Друзья, всем большой привет! Вы на канале Иришка из Пензы. И сегодня довольно-таки необычная тема для моего канала. Дело в том, что я продуктовые закупки не снимала ранее, поскольку как-то массово продукты я не приобретаю. Понемногу в разных магазинах, по необходимости, так скажем. Но я недавно вернулась из поездки и, соответственно, перед отъездом как-то старалась что-то доесть, чтобы ничего не испортилось. В общем, холодильник пустой. И решила я посетить Ашан с целью довольно-таки крупной для меня продуктовой закупки. В общем, буду вам все показывать, рассказывать цены и покажу в конце ролика чек, общую сумму. Оцените, как бюджетно, не бюджетно. В общем-то, приступим. В основном я приобретала продукцию собственной торговой марки Ашана каждый день. В общем-то, из того, что пробовала ранее, ничто разочарования не вызвало. Надеюсь, что и в этот раз продукты окажутся качественные. Начну прямо по чеку. Ну, во-первых, у меня пакет майка Ашановская. Вот, смотрите, 3 рубля. Ну, уж я вам ее показывать не буду. Дальше. Хлеб домашний, 400 грамм, стоит буханка 31 рубля 95 копеек. Это собственное производство магазина. Очень вкусный хлеб. И когда в Ашане бываю, всегда его приобретаю. Ну, естественно, если он есть в наличии. Дальше. Взяла молоко 2,5% 1 литр. Стоимость его 46 рублей 14 копеек. Я всегда обычно 2,5% молоко приобретаю. Как бы, вроде бы не очень жирно и в то же время не совсем водичка. Дальше. Взяла филе Хека. Первый раз приобретаю. Замороженный продукт. Здесь чуть больше килограмма с глазурью. Без глазури обещают 990 грамм. Ну, еще не знаю, конечно, насколько можно этому верить. В общем, за эту упаковку я заплатила 308 рублей 39 копеек. Взяла оливки и зеленые без косточки. 300 грамм. Цена 53 рубля 98 копеек. И взяла маслины. С косточкой на этот раз тоже 300 грамм. Цена 51 рубль. Я люблю соусы. Употребляю их в пищу. Взяла 2. Больше всего мне нравятся соусы от Астории. В общем, сливочно-чесночный за 48,60. И для рыбки Тартар. Он стоил 42 рубля 10 копеек. Вот забыла сырный взять. Немножечко расстроилась из-за этого. Дальше. Для бутербродов я очень люблю икру мойвы. Взяла классический вариант. Здесь 150 грамм. 55 рублей. Вот эта упаковочка. Для меня это вкусно. Я люблю со сладким кофе вот такой солоноватый бутерброд. И взяла тоже икра мойвы с кусочками копченого лосось. Тоже 150 грамм. Чуть подороже 58 рублей 70 копеек. Увидела акцию на Арктик Криль 69,90. Стоила вот такая упаковочка. Сливочная, чесночная, крем-паста. Тоже для бутербродов. Такой вариант Антарктик Криль я еще пока не пробовала. Но, в общем, буду экспериментировать. Но из нужного взяла масло подсолнечное. Тоже собственная торговая марка каждый день. 1 литр 47 рублей 99 копеек. Кусочек костромского сыра 250 грамм. 119,50. Яйцо куриное С1. Тоже марки каждый день. Десяток, они беленькие. Конечно, были некоторые грязноватые, но я вот-вот почищу упаковочку. Выбрала нормальный. 61 рубль 99 копеек. Ну, не знаю, тут, наверное, все-таки не очень бюджетно. Но, хочу сказать, что были и дороже. Взяла филе курочки охлажденные. Здесь 606 грамм. И за эту упаковку я заплатила 127 рублей 25 копеек. И последнее, что было у меня в покупках. Это гуляш из свинины фермерский. Это тоже, видимо, собственная торговая марка. Вот Аша. В лоточке 491 грамм. И за него я заплатила 103 рубля 6 копеек. Ну, в общем, весь чек. Вот все, что я вам читала. В общем, сумма покупки у меня составила 1227 рублей 95 копеек. Ну, не знаю, дорого, дешево. Напишите свое мнение, какие цены у вас в магазинах. А я пойду выпью кофе и что-нибудь вкусненькое себе приготовлю. В общем, и мне, и вам. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok